Здравствуйте, НАТО МИКЕН БИЗНЕС ЧАНЕЛ, программа «Франчайзинг-бренд-стори» и сегодня вместе с нашим гостем мы расскажем вам о самых авторитетных товарных знаках, работающих на казахстанском рынке. Мне очень приятно видеть в студии нашего телеканала автора лечебной методики Айкуне Абая Баймагомбетова. Здравствуйте. Итак, сегодня мы говорим о франшизе, которая в самом прямом смысле слова ставит людей на ноги. Айкуне – бренд, хорошо знакомый последователям казахской гимнастики для позвоночника. Айкуне – уникальная методика лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Основным продуктом деятельности центра является инновационная технология, известная также как казахская гимнастика. Другими словами, Айкуне – это запатентованная технология, не имеющая аналогов и применяющаяся на практике более 17 лет. В арсенале Айкуне свыше 10 тысяч упражнений, освоить которые под силу каждому. Именно поэтому методика практически не имеет возрастных ограничений и серьёзных противопоказаний. Айкуне является одним из самых эффективных способов исправить многие проблемы позвоночника, избегая хирургического вмешательства. Лечение по принципу Айкуне неоднократно подтверждало свою эффективность. К тому свидетельство – огромные списки родителей, значащихся в очереди за здоровьем своих детей. Как у нас дела? Ну, хорошо у нас уже лучше, улучшение идёт у нас. Какие результаты? Вы знаете, у нас вот плечи, вот не могли разнять, плечи освободились, руки свободнее чуть-чуть стояли. Более-менее, что было раньше, сейчас лучше. Она как-то спокойнее уже переносит. Раньше плакала, а сейчас как-то уже лучше. Лопатки сходятся, да? Да. Мягче? Да. Мягче стали. Правая рука у неё не работала, сейчас начало уже двигаться. Покажите. За рекой. Ну-ка, поднимите. Полный, видите, за рекой. Считается, что образовательная программа Айкуне действована при единственном условии. Ученик Айкуне, нуждающийся в собственном здоровье, работает над своими проблемами вначале под руководством инструктора, а в дальнейшем уже обучившись самостоятельно. В случае с детьми, страдающими ДЦП и другими серьёзными заболеваниями, в роли инструктора выступают их родные. В результате кропотливой работы у пациента укрепляются внутренние мышцы и связочный аппарат позвоночника, туловища, тазовой области, верхних и нижних конечностей. При плавном растяжении позвоночника увеличивается расстояние между позвонками, межпозвонковые диски занимают своё правильное положение. Мягкое растяжение позвоночника позволяет освободить зажатые нервные корешки, блокировка которых и доставляет боль при заболеваниях позвоночника. В России Айкуния признана официальной медициной. Возрождением гимнастики намада в Казахстане занимается сразу несколько общественных фондов. Абай Акадыч, я приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И сразу хочу отметить, что шерстя в интернете и в поисках информации об Айкуния я столкнулась с тем, что очень разнообразная информация о данной гимнастике имеется. Разного рода определения данному термину, о самой гимнастике очень противоречивая информация. Хочу вас спросить, как человека, который является автором данной методики, что называется, из первых уст. Что же такое Айкуния? Айкуния – это казахская гимнастика Айкуния и чёрское учение Айкуния. В казахской гимнастике Айкуния заложены основы казахского костоправства. Но необычного костоправства, непривычного для казахов Китая, Монголии, Средней Азии, трёх джузов, юг, север, запад, центр. На сегодняшний день такой вид костоправства наши казахи не знают, как получается. Разновидность костоправства, воинское костоправство. Все мы знаем, что наши предки, известные всему миру, Атила, Тамерлан, Чингисхан, Агусхан, они совершали достаточно серьёзные военные походы, выходили на десятки тысяч километров, десятилетиями участвовали в военных действиях. Ни один народ в мире не мог сделать это на протяжении нескольких тысячелетий, а наши предки это делали. Я сам когда-то служил в Афганистане, добровольцем туда пошёл, и я знаю, что такое война. Так уж получилось, что во мне проснулись те силы, которые были у моих предков, и я, как это Аян, как священные, точнее, вещи сон, мне стали во сне приходить знания. Во время работы я сам сынахше, костоправ, воинский. Опять-таки, чем я занимаюсь? Я могу, допустим, кости в объёме сжать, уменьшить, увеличить, согнуть, выгнуть, вытянуть, растянуть, скрутить и выкрутить. Допустим, я могу талию сузить, кривые ноги выровнять, прикус изменить. Вы просто прям на вес золота. Ну, в общем-то, да, есть такое. Что это, отчего это? И постепенно, работая, стало открываться, что в воинских частях были такие, как я, сынахши, воинские сынахши. Далее я стал практиковать работы со спортсменами. Смысл какой? Оказывается, можно, используя методику древнего кочевого воинского костоправства, увеличить спортивные показатели. Я своим примером показываю, что, ребята, именно это ремесло, именно эта способность, она помогала. Это не значит, что благодаря костоправам мы завоевывали, но мы за счет рук выравнивали и внутренний ресурс запускали. Я же позже понял, что можно сделать то же самое, но только сделать это при помощи упражнений. И разработал два вида упражнения. Физические упражнения. Казахская гимнастика и куне свыше двух тысяч. И если входишь в состояние кожа, в России это хаджа, у нас есть такой род кожа, кожалар, возьмем на состояние сознания. И получается, и одним, и вторым способом можно внутренний ресурс запустить. Вот что такое айкуни, казахская гимнастика айкуни. История зарождения айкуни, безусловно, интересная, но, я думаю, не менее интересна современное состояние, в котором находится на сегодняшний день айкуни. Мне интересно, можно ли сегодня говорить о том, что айкуни – это уже действительно состоявшийся бренд, который хорошо известен не только в Казахстане, но и, может быть, за пределами Казахстана. Я могу сказать, что в России, в Санкт-Петербурге, айкуни как бренд стал известен уже в 2004-2005 годах. Да, вот я, кстати, читала информацию о том, что в России особенно популярна айкуни. А почему Россия? У меня, хоть я и живу в России, у меня до сих пор гражданство казахское. Вы живете в России? Я живу по большей части в России, потому что именно в России сложились, как, скажем, основные активы находятся там. Под активами, что я имею в виду? Научный потенциал. Я работаю с рядом вузов российских. Соответственно, финансовая составляющая. Есть люди, которые хотят развивать бизнес. Там достаточно мощная структура создалась уже. Это мои ученики, которые обучают своих учеников. Получается, что айкуни уже вмонтировано как-то и в экономику России, вмонтировано и в науку, в образование. В Казахстане, к сожалению, пока только-только происходит этот процесс. Я уехал туда буквально через 3 месяца, как изобрел гимнастику. В 29 сентября 1998 года. Это было почти 18,5 лет назад. Я тогда нуждался в среде, которая помогла бы мне раскрыться. Уехал, когда в Россию было всего 40 упражнений. Сейчас свыше 11 тысяч. Получается, айкуни зародилась в Казахстане. Но именно в таких городах, как Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Я уже со своими учениками доказал, что на сегодняшний день то, что делает айкуни, ни одна методика не даст этот результат. То есть мы, насколько это было возможно сделать в условиях Санкт-Петербурга, в условиях России, мы сделали все возможное. Провели 3 научно-практические пресс-конференции. Поставили несколько тысяч людей на ноги. Методику айкуни уже утвердили как метод ЛФК в Санкт-Петербурге. Методика утверждена, а утверждается бессрочно. В Комитете здравоохранения, в правительстве Санкт-Петербурга, Ленобласти. Мы участвовали в разных научных каких-то мероприятиях. На разных площадках выступали. Я подготовил достаточное количество людей. Мои ученики работают над научными диссертациями. Там это все как-то пусть медленно, но оно двигается. И второе, они работают, зарабатывают деньги. И единственное, паушарного взноса нет. И роялти, которые они должны платить ежемесячно, они платят разово, когда проходят школу. У вас. То есть они платят вам за обучение. Да, они платят за обучение, но в это обучение входит уже и роялти на 6 или 12 месяцев. А роялти какой показатель там? Пока все на уровне, ну где-то, скажем, они проходят школу и где-то, скажем, если полгода работают, это где-то около, наверное, раньше было 1000 долларов, сейчас, наверное, поменьше. 40 тысяч рублей, ну где-то долларов, наверное, 800. За какой период? За 6 месяцев. За 6 месяцев 800 долларов? Да, да, да. Теперь как получается? И плюс к этому есть еще мои ученики, которые могут обучать. Я им дал право, чтобы они были как моими представителями, и они франшизу начинают продвигать. Понимаете, задача заключается в том, чтобы где бы Айкуни ни было, допустим, это Махачкала сейчас, это Нальчик, это Набережные Челны, это Санкт-Петербург, это Москва. Куда бы ни входили мои ученики, где бы они ни работали, они помогают людям, и большая часть людей, наверное, процентов 70, приходят, или 80 даже, как в последней надежде. У нас мало людей, которые, ну, скажем, занимаются, могут выбирать. Зачастую приходят и говорят, пробовал одно, второе, третье не помогает. Межпозвонковые грыжи, коксоартрозы, бронхиальные астмы, смещение позвонков, сколиозы, плоскоступие. То есть приходят очень тяжелые люди, которых современная медицина может только оперировать, потому что сложно. Приходят они к нам на занятия, проходят, может быть, от силы месяц, если они занимаются ежедневно, и, допустим, четвертая степень переходит в третью. То есть горбатый более-менее выравнивается, сутулины выравниваются. То есть это реально. И когда в отдельно взятом городе к нам приходят на костылях, выходят без костылей, вот-вот должна быть операция, нет, создается уже, как бы правильно сказать, среда людей, которые положительно настроены на икуне и на казахской. То есть получается в отдельно взятом городе поднимается престиж Казахстана, казахской нации, искусство казахского костоправства. И вот на сегодняшний день где-то сколько? Свыше тысячи учеников мы подготовили, где-то полторы тысячи на учеников. Активно сейчас практикуют около ста человек. Из них около 50 работают профессионально, то есть они зарабатывают на икуне. Понятно. А сколько стоит, в принципе, для человека, у которого есть проблемы с позвоночником, сколько стоит для него лечение по методике икуне? Ну, сложно сказать. Я могу сказать, допустим, по ценам в Санкт-Петербурге, в Москве, там цены где-то, начиная от 300 рублей, ну, примерно... 300 рублей за что? За сеанс? За одно занятие. Одно занятие. До 5000 рублей доходит вилка. В зависимости от сложности, да? В зависимости от компетенции инструктора. Потому что чем больше инструктор работает, тем, соответственно... Нет, ну вот в вашем случае, побывать у вас на приеме, это сколько будет стоить? Я работаю как сынахши. Поэтому, скажем, в зависимости от сложности, смотря какая стоит задача, пока где-то от, ну, где-то около 1000 долларов, до 3-5 тысяч. За один прием? За один прием где-то час, чуть больше часа, наверное. Теперь, что касательно волшебства, о котором вы уже говорили, да? Мы составили графику, графический перечень, в котором указали перечень того эффекта, на котором может рассчитывать человек, у которого есть проблемы с позвоночником. В ней указано, что методика Айкуне способствует профилактике заболеваний позвоночника, безоперационной коррекции заболеваний позвоночника, возможности быстрой самопомощи при угрозе обострения заболеваний позвоночника, укреплению мышечного корсета позвоночника, формированию правильной осанки, способствует укреплению иммунной системы также. Вот здесь, Абая Катыш, меня интересует вопрос, насколько чудодейственна, да, скажем так, данная гимнастика, да. Если говорить на примере такого диагноза, как детский церебральный паралич, достаточно серьезный, да, диагноз, на что могут надеяться в данном случае родители, которые, возможно, задумываются о том, чтобы привести своего ребенка к вам? Ну, я тогда немножко расскажу, как, наверное, для телезрителей будет важно понять, что такое ДЦП. Я как специалист вижу такую ситуацию. Мы условно можем поделить детей на три категории. Значит, истинное ДЦП – это тогда, когда есть неврологическое нарушение, детский церебральный паралич, церебром, понятно, это уже слово имеет отношение к мозгу, тогда, когда есть неврологические нарушения, но при этом интеллект несохранный. Ну, несохранный интеллект – это значит, у ребенка умственная активность, она отстает, ребенок взгляд не фиксирует, у ребенка, ну, скажем, нет блеска в глазах, нет задора, он ни к нему не стремится, а какая-то апатия, вот. Есть дети с неврологическими нарушениями, взрослые дети, у них интеллект в сохранности, но есть проблемы в периферийской нервной системе. Значит, уже из спинного мозга, когда отходят нервные корешки, и дальше они истончаются, соответственно, они расходятся на более мелкие нервы. Значит, есть проблема в нервной системе, это неврологические нарушения, это вторая группа. И в третью группу можно отнести, тоже, кстати, почему-то называют ДЦП, допустим, гидроцефалия, это когда голова большая, застой жидкости, микроцефалия, когда голова в уменьшенной форме, эпилепсия, эписиндром, и ряд определенных нарушений. Вот мы распределим их на три группы. На сегодняшний день устоялось мнение у академической науки. Это не только у нас в Казахстане, в России, это во всем мире. Вот в 2006 году, я помню, смотрел статистику, официально в Америке было 500 тысяч с диагнозом ДЦП при населении то ли 320, то ли 340 миллионов человек. Но даже если 350 миллионов, значит, один с диагнозом ДЦП на 700 человек. Один на 700. Я был недавно, вот в феврале месяце, в Сарагаш, Южно-Казахстанской области. У них, получается, 350 тысяч жителей района Сарагашского, и у них 1050 с диагнозом ДЦП. Это получается один ребенок на 350 человек. Вот показатель. Америка и Сарагаш, Южно-Казахстанская область. Получается, что на сегодняшний день нет какой-то системы, которая могла бы пообещать родителю, что мы вашего ребенка поставим на ноги. И вы в том числе не можете такое обещание дать? Наоборот. Вы можете? Мы даем обещание, и мы реально помогаем. По всем трем группам, которые вы назвали? По всем трем группам. Я разработал пассивную гимнастику, которая помогает для второй и третьей группы. То есть речь идет о полном выздоровлении? Что такое полное выздоровление? Детей, если взяться за них, если, ну скажем, легкую степень, можно в течение года убрать. Легкая степень. То есть, допустим, есть нарушение, ну скажем, официальная медицина может быть там, где 2-3 года делает, то за счет айконе инструктора могут поставить ребенка за год на ноги. То есть в данном случае, когда мы говорим о ДЦП, то я... Инструкторами выступают родители. Я обучаю родителей ставить детей на ноги. Для родителей разработал пассивную гимнастику. Ну, скажем, у нас, получается, есть пока два формата франшизы. Школа родителей ДЦП – это социальная франшиза. На сегодняшний день... И она бесплатная. Да, она однозначно бесплатная. На сегодняшний день здесь, в городе Алматы и в городе Исык действует школа. Мы начали с декабря прошлого года, но уже от 2 до 3 лет на постоянной основе. Для родителей это все без миля. Это все бесплатно. У меня работают два специалиста и один волонтер на постоянной основе. Два специалиста – это врач-реабилитолог, и педагог ЛФК. Они все три группы ведут. Мы набрали три группы, 43 родителей на сегодняшний день. Задача, которую я оставлю, создать в нескольких городах такие школы бесплатные. Я выступаю уже в роли инвестора. Это интересные детали, да, несомненно. Но вопрос все-таки у меня больше по франчайзингу здесь, опять же. На сегодняшний день сколько франшиз вы уже продали? И, в принципе, откуда вы наблюдаете наиболее высокий спрос, высокий интерес на вашу франшизу? На сегодняшний день это социальная франшиза. В марте мы провели переговоры. Есть такой олигарх московский, Александр Светаков. Это абсолют банк, абсолют групп. Он официально у него три с чем-то миллиардов долларов. То есть он девятое место занимает в журнале Forbes. Он организовал реабилитационный центр, вложил в этот центр 800 миллионов рублей. На постоянной основе вкладывает, вкладывает туда. И первым, кто изъявил желание приобрести социальную франшизу, это вот Александр Светаков. Либо это будет Кеншала-Москва, либо это будет Подмосковье. По франшизе на сегодняшний день активно работающих, кто практикует айкуне, их где-то около 50 человек. Это те, кто на сегодняшний день приобрели франшизы. Касательно интереса, из какой страны все-таки наиболее высокий? Россия. Россия. Россия, да. А дальше? Скажем, на сегодняшний день, где айкуне практикуется, это Америка, Германия, Турция, Украина, Белоруссия, помимо России и Казахстана, где еще была Черногория, был Египет, работали мои ученики. Понятно, по мере убывания интереса. На первом месте у нас идет Россия, Россия, на втором Казахстане. Казахстан. Далее? Ну, так, Россия, Казахстан, наверное, Белоруссия. Абая Акадыч, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Отдельное спасибо хочу сказать за ваш труд, который вы на сегодняшний день проделываете. Спасибо, наверное, от лица всех ваших пациентов, которым вы сумели помочь. Спасибо большое. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok